МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Иванов отметил, что в отличие от ряда регионов России, в Тверской области в прошлом году количество преступлений, совершенных иностранцами, снизилось. Мало того, 2021 год Верхневолжье стал самым миграционно-некриминальным за последние три года. Нас радует то, что меньше совершено тяжких преступлений, меньше совершено изнасилований. Такое дерзкое преступление, резонансное, которое действительно резонанс в обществе всегда вызывает. В четыре раза меньше. Меньше мы видим иностранцев в состоянии алкогольного опьянения на улицах. Меньше совершено преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровья. Да, мы видим, что есть кражи. Да, кражи есть. Свыше 5000 рейдов по проверке миграционного законодательства проведено тверскими правоохранителями в минувшем году. Выявлено более 6000 нарушений. Возбуждено 344 уголовных дела по фактам организации незаконной миграции, фиктивной постановки на миграционный учет, регистрации граждан РФ по месту пребывания и месту жительства и другим преступлениям. Есть судебное решение по нарушению законодательства при приеме иностранцев на работу. Общество с ограниченной ответственностью административного наказания в размере 400 тысяч на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. Представляете, такой вот практически внедорожник, там небольшой кроссовер. Люди взяли и заплатили стоимость такая сопоставимая. Вопрос в том, что неправильно привлекли к трудовой деятельности иностранные граждане. Некоторые работодатели обходят запрет губернатора региона на использование иностранцев в определенных профессиях. Напомним, в нашей области действуют серьезные ограничения на использование иностранной рабочей силы. Недавние примеры. В Калининском районе работодатель заплатил штраф за это нарушение в сумме 1 миллион 200 тысяч рублей. Такой же штраф по суду заплатил работодатель из Твери. Нету сейчас наивных работодателей, которые не знают о том, что у иностранного гражданина, там, участие иностранных граждан, должен быть патент или разрешение на работу. Все прекрасно знают. Даже знают, у каких должно быть, у каких не должно. Я говорю про страны Еврозес. Все знают, что они должны подать уведомление о заключении трудового договора. Но русская авось приводит к последствиям, о которых я вам рассказывал, в виде серьезных штрафов. Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям региона быть внимательнее при сдаче своей квартиры иностранным гражданам. Люди сдают квартиру, заезжает к ним иностранный гражданин, они в течение 7 дней должны подать нам уведомление о постановке на миграционный учет. Они этого не делают. Нарушение закона чревато солидным штрафом. Нужно помнить, что в вашей квартире могут оказаться преступники, например, причастные к террористической деятельности, или те, кто приезжает в наш регион для распространения наркотиков. В течение двух-трех дней, может быть, их задерживали наши коллеги из госнаркоконтроля и потом проводили обысковые мероприятия по квартирам, которые им сдавались в наем. И часть продукции, которую они там планировали распространять на территории региона, находилась по месту жительства. Поэтому, ну, конечно, конечно, тут такое надо подумать. Надо подумать. Если что-то и делать, и предоставлять жилье, то надо делать просто все правильно. И все-таки более 70% тех, кто приезжает в наш регион, стремятся найти здесь работу. Большинство мигрантов прибывает в Верхневолжье из Узбекистана и Таджикистана. За 2021 год сотрудниками Управления по вопросам миграции зарегистрировано свыше 102 тысяч фактов постановки на миграционный учет. За это же время подготовлено 819 представлений о неразрешении въезда иностранцам в Российскую Федерацию. После освобождения из мест лишения свободы депортирован 171 иностранец. В целом, миграционную ситуацию в регионе Андрей Иванов назвал контролируемой. Удельный вес преступлений, совершенных иностранцами в общем массиве преступлений, не превысил полутора процентов. Что, согласитесь, не так уж много. В ночь на 18 февраля вандалы срезали знак автобусной остановки на Сахаровском шоссе. Новенькие знаки на остановке дачи были установлены в минувший понедельник. Прошло всего три полных дня. Предыдущий опознавательный знак остановки бесследно исчез несколько месяцев назад. Рядом лес. Дачники жалуются. Некоторые водители не останавливают автобус для высадки пассажиров. Люди вынуждены по снежному лесу иногда в темноте добираться до дома лишние полтора-два километра. На просьбу людей в администрации Твери отреагировали оперативно. Новые знаки вкопали надежно. Но от вандалов это не спасло. Возможно, в этой истории не обошлось без наркозакладчиков. Эта лесная тропа, о чем периодически сообщается в наркополицию, служит местом закладок. Два дня назад неизвестные прокопали практически весь лес вдоль этой тропинки. Дачники жалуются. При свете дня и поздно вечером здесь бродят странные люди. Некоторые, не стесняясь посторонних глаз, копают снег вокруг деревьев. Законопослушные люди опасаются за свою жизнь и сохранность дачного имущества. Просим правоохранителей еще раз обратить внимание на этот участок местности, совсем рядом с областной столицей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова